КОФИА ДИВЕРСА Мутация – это довольно редкое явление, и когда оно происходит, появляется дерево, имеющее какие-либо отличия от стандартной разновидности. Например, это может быть более низкое дерево, у него могут быть расположены узлы, на которых растут кофейные цветы, и затем ягоды. Расстояние между ними может быть меньше, может быть меньше расстояние между ветками, может быть выше урожайность дерева. Обычно, когда владельцы мелких плантаций обнаруживают на своем участке мутацию, они, как правило, не обращают на нее никакого внимания, поскольку они уже произвели инвестиции в производство одной разновидности, и мутация не представляет для них никакого интереса. Они не будут собирать ягоды и высаживать их отдельно, чтобы посмотреть, какой вкус может получиться из этого. То же самое касается и владельцев крупных плантаций. Мутации просто их не интересуют, поскольку их задача – это вырастить большой урожай, собрать его и продать. Но здесь, в кофейном саду Гонзала, к мутациям относятся по-другому. Гонзала дал строгие указания своим работникам внимательно следить за всеми разновидностями, и в случае, если они обнаружат какие-либо мутации или отличия от стандартных разновидностей, сразу сообщать ему. Так, здесь, в кофейном саду, нашли желтую гейшу, желтые румы Судан, желтая лаурина и многие другие желтые разновидности. Это естественные мутации, в производстве которых человек не принимает участие, и благодаря которым мы получаем новые разновидности. Сейчас эти новые разновидности были высажены Гонзала в отдельными линиями, по несколько деревьев, и он ждет, когда он сможет собрать урожай и попробовать их на вкус, и посмотреть, чем они отличаются от стандартных разновидностей. Природа – удивительная вещь, и каждый день она может подарить нам что-то новое, и мы можем получить какой-то новый вкус, новые ощущения, и открыть для себя новые грани кофейного вкуса. Продолжение следует...